Военно-промышленная корпорация, НПО «Машиностроение» и Реутовское предприятие по изготовлению протезных изделий подписали соглашение о сотрудничестве. Важное решение было закреплено на бумаге во время бизнес-завтрака с предпринимателями муниципалитета, который по традиции провел глава Реутова Станислав Катаров. Мы видели, что кроме эндопротезов есть еще определенная ниша, мир, но это экзопротезы, в том числе нижние конечности. У нас есть большой опыт обработки различных металлов, хорошие станки, и мы увидели, что мы могли бы в этой нише быть полезны. Разработать современные протезы взялась компания «Главорто». Реутовское предприятие изготавливает протезно-ортопедические изделия, используя отечественные комплектующие. Для наглядности участникам бизнес-завтрака продемонстрировали протез бедра и стопы. НПО «Машиностроение» совместно разрабатываем сейчас на нашей площадке, экспериментируем с помощью наших специалистов, врачей, протезистов. Коленные модули, которые сейчас вы показывали, здесь пневматические, здесь механические. Мы будем дальше гидравлические, вот о которых вы сейчас говорили, это намного лучше. Гидравлика. Гидравлика – это совсем тонкая работа и очень сложная. Результатом сотрудничества станут доступные и современные медицинские протезные изделия. На встрече с бизнес-сообществом города Станислав Каторов еще раз подчеркнул готовность оказывать поддержку предпринимателям. Есть государственный региональный заказ на те или иные изделия от Московской области для поставки этих средств реабилитации инвалидам. Чтобы сюда быть включенными, нам нужен от вас перечень того, какую продукцию вы готовы в эти офсетные контракты включать. А мы с Министерством инвестиций, инноваций и промышленности готовы эти списки обсудить. Помимо военно-промышленной корпорации, работать с главорта планирует и детский технопарк Изобритариум. Один из его участников, Илья Розанов, во время бизнес-завтрака представил свой проект «Экзоскелет» для реабилитации функций кисти руки. Разработка вышла в финал конкурса «Спортивный стартап». Станислав Каторов обратился к профильным предприятиям с просьбой посодействовать притворению в жизнь разработки Ильи. Я уверен, что ребята со своим новым взглядом точно внесут новую струю какую-то в то, что сейчас происходит в мире протезирования, потому что они абсолютно точно смогут проанализировать все тренды, все западные и другие образцы и предложить что-то свое. Сегодня в Риотове сразу несколько предприятий изготавливают протезно-ортопедические изделия по самым современным технологиям. Активный диалог местных производителей, молодых ученых и власти только поспособствует развитию отрасли.